В Межпарламентском экологическом конгрессе, который проводила Межпарламентская Ассамблея СНГ. Среди организаторов интереса особого не вызвало, но в аудитории вызвало. Вот мы дошли до жизни такой. Причины в тексте слева – общество и государство рабы денег. Закон жизни – прибыль не взирает на последствия. Идеал финансовой политики государства профицит бюджета или более того. Ну а на остальных картинках – как выглядит проблематика жизни нашей цивилизации. Рост статистики заболеваемости разнородной опережает рождаемость. Дело доходит уже до случаев онкологических поражений плодов и проблемателей. Вот вчера Валентин Борисович Сапунов настаивал, что экологического кризиса нет. Биологически недопустимые искажения круговорота веществ в природе. Вот на фотографии снизу, смог над Лос-Анджелесом, города практически не видно. Коммерческие успехи фармакологии. Помните, был скандал такой с талидомидом, когда в результате предложения беременному женщинам снотворно выражались дети без рук, без ног. Ну а так вот выглядит деградация цивилизации. На фотографиях слева одно и то же место с интервалом примерно в 100 лет. Характерный знак – это вот развалины дома на переднем плане. Ну на месте церкви там стоит сейчас часовника. Если задаваться вопросом, откуда что взялось, то последние несколько столетий мы живем в обществе, когда качество и характер государственного управления определяют качество жизни каждой семьи, каждого человека индивидуально. И реальность такова, что в одиночку никто не в состоянии компенсировать то, что государство делает не так. Если задаваться вопросом, почему государство что-то делает не так, то можно проследить вот такую схему. Наука лежит в основе системы образования. Система образования формирует миропонимание и интеллект управленцев, депутатов, чиновников, бизнесменов. Вступая в деятельность, они соотносят поток оперативной информации с тем, что есть у них в психике. И на основе этого соотнесения вырабатывается спектр управленческих решений, который определяет будущее качество жизни общества. Таким образом можно проследить статистическую предопределенность результатов. Одна наука, один спектр решений и одно качество жизни. Другая по содержанию наука, другой спектр решений и другое качество жизни. Поэтому попытки решать проблемы, не обращаясь к тому, какая наука загружается в систему образования, они безрезультатны, опричены наградой. И это как раз придает особую значимость всему тому, что говорил Николай Васильевич в своем докладе и Игорь Федорович в своем докладе. Если анализировать западную науку, то она действительно занимается изучением многих и многих частностей. Единственное, чего она не хочет знать, это систему взаимосвязей, сложившихся в таком комплексе. Биосфера, население, экономика, понимаемая как хозяйственная деятельность, государственность и некое исторически сложившееся самоуправление этой системы в целом. В каждом обществе это исторически сложившееся самоуправление этой системы в целом своем. Отчасти оно обусловлено физико-географическими и биосферными процессами, но отчасти менталитетом самого общества. Если говорить более конкретно, то генератором проблем является буржуазный либерализм и либерально-рымочная экономическая модель. Как на нее отреагировал русский народ, видно на фотографии. Баба-яга в позе статуры свободы с черным котом на руках вместо книги со скрижалями там законов или что там, например, американских. И о чем правильно говорил Игорь Федорович, империокритики, которые сидят во власти, они живут в плену мифов и игнорируют ту реальность, которая есть в экономике на самом деле. Первое. Деятельность всего множества частных предпринимателей, субъектов рынка подчинена максимизации доходов каждого из них любыми путями. Кроме этого, рынок не способен к целеполаганию в отношении образа жизни страны и развития ее экономики и культуры. Рынок не содержит в себе механизмов самонастройки экономики государственных достижений, поставленных политиками целей или жизненных идеалов народа. Причина в том, что совокупность частных интересов неэквивалентна некому комплексу общественных интересов. Кроме того, есть виды деятельности, которые общественно необходимы для его развития и безопасности, но которые неосуществимы на коммерческой основе, либо в принципе, либо в необходимых для общества количествах. Поэтому итог такой, что законы либерально-рыночного ценообразования из поколения в поколение порождают массовую нищету и бескультурью, на фоне которых не менее дебильные элиты просто бесятся с жилой. Если говорить о потребностях, как должно самоуправляться общество и как должно решать государство именно эти задачи. Авраам Линкольн определил назначение государственности фразы «Законная задача правительства – делать для общества людей то, что каждый из них, выступая в своем индивидуальном качестве, не может сделать вообще, либо не может сделать хорошо». Поэтому никуда не денешься, но циклику решений вот этих вот задач должно поддерживать государство. Опять, если идти не от наших иллюзий, а от реальности, то в каждом регионе объективный ограничитель жизни человечества, возможностей цивилизации – это структура землепользования, которая должна обеспечить устойчивость биосферы, биоцинозов в этом регионе. Как минимум, это заповедные зоны, где люди могут появляться только под руководством экскурсоводов, работников, профессионалов, заповедников. Зоны, где люди могут появляться эпизодически, но хозяйственная деятельность как система там отсутствует. И далее то, что достается цивилизации. Сельские угодья, территории городов, населенных пунктов и промышленные предприятия, то есть ландшафты, где воспроизводство каких бы то ни было биоцинозов практически полностью исключено. На этой основе государство должно выработать биосферно-экологическую политику. Соответственно, с нею оно же должно выработать демографическую политику, которая определяет и количественные показатели населения, и качественные, а также показатели перемещения населения в пределах разных регионов государства, которые могут быть условлены разными причинами. В частности, городская среда обитания – это мутагенный фактор, и в условиях мегаполиза воспроизводство биологически здорового населения невозможно. В силу этого переток населения из сельской местности – это необходимое условие поддержания более-менее генетического здоровья городского населения и воспроизводства городов как атрибутов цивилизации. Соответственно, если есть биосферно-экологическая политика и демографическая политика, то в силу того, что человек нуждается в защите от природной среды обитания на данном этапе развития, необходима экономическая деятельность и инфраструктура как ее основа. Поэтому инфраструктурная политика должна проистекать как следствие из биосферно-экологической и демографической политики. А далее необходима выработка политики экономического обеспечения всего этого. Она может представлять собой только проекты межотраслевых и межрегиональных балансов, продукты обменной финансов. Далее наступает хозяйственная деятельность, которая должна лежать в русле плана. Средством удержания хозяйственной деятельности в русле плана являются система стандартов, система государственных дотаций и субсидий, налогообложения, кредитная и страховая политика. Ну и на этом цикл замыкается. Анализ состояния тенденций в биосфере и демографии и начало нового цикла решения тех же самых управленческих задач. И встает вопрос, что должна дать наука для того, чтобы эта система работала. Ну и получается шесть таких пунктов. Человечество – часть биосферы и существуют объективные закономерности, которые регулируют взаимодействие биосферы и космоса и взаимодействие биологических видов в пределах биосферы. Второе. Человечество – специфические биологические виды, существуют специфические и характерные для компаса и закономерности регулирующие его жизнь. Кроме того, существуют нравственно-этические, ноосферные и религиозные закономерности, регулирующие взаимоотношения обладателей разума и воли. Вопреки тому, что думает большинство, этика выходит за пределы человеческого общества. И все, что касается ноосферных и религиозных закономерностей – это этические закономерности. Далее, культура вариативна. Общество может построить культуру, которая убьет его в течение двух-трех поколений. Но общество может построить культуру, которая обеспечит его практически автоматическое существование, устойчивое в гармонии с биосферой, тем и тем самым высвободит его потенциал для дальнейшего развития. Наша культура такова, что мы вынуждены защищаться от природной среды, техносферы. Техносфера воспроизводится на основе хозяйственной деятельности. Есть объективные закономерности хозяйственной деятельности, которые обеспечивают развитие экономики и устойчивости. И если анализировать все выше названное как некую систему, то там возможны конфликты управления. Поэтому разрешением конфликтов надо управлять. Существуют объективные закономерности управления, которые едины, вне зависимости от того, идет ли речь о том, что ребенок едет на велосипеде и им управляет, либо несколько государств пытаются реализовать некий комплексный проект. Закономерности управления едины. Ну а теперь посмотрим, что предлагают наши вузовские курсы по каждому из шести пунктов, которые я назвал ранее. Об общих биосферных закономерностях ничего, кроме того, что человек – это существо биосоциальное. Как хотите, так и понимаете. О специфических закономерностях вида «человек разумный» – ничего. О социокультурных закономерностях тоже ничего. Многие убеждены, что человек – это единственный культурный вид на планете, хотя вот зоологи из Университета Бюка в США выявили, что культура есть и у орангутангов, и популяции орангутангов в Африке отличаются друг от друга культурными особенностями. В экономике, в экономическом образовании, все, кроме бухгалтерского учета и математики, от лукавого, либо откровенной вздороги. Но чтобы было понятно, покойная и лившица, экономика как женщина, разве ее поймешь? Представьте, вы приходите сдавать сопромат и начинаете. Механика сплошных сред, как женщина, разве ее поймешь? Садитесь, отлично. Курсы кибернетики, теории управления, менеджмента в их исторически сложившемся виде – это демагогия на темы околоуправления. Ну и спрашивается после этого, какого экономического чуда и качества жизни наше общество желает на основе такой науки. Но, тем не менее, можно ее так вот. Это один из проектов «Малоэтажная Россия», в котором проработано все – от архитектуры жилища до инфраструктуры государства. Рассмотрены все. Ну а поскольку по этим вопросам у нас в большинстве вакуума, то присутствующим здесь и друзьям присутствующих для того, чтобы дети и внуки жили хорошо, надо этот вакуум заполнить содержательно, теориями, и тогда все будет хорошо. Спасибо и благодарю за внимание.